Привет, дорогие Хочузнайки! Вряд ли кто из нас помнит, но 50 лет назад технологии выглядели совершенно по-другому. Компьютеры были редкостью и занимали целые комнаты. Существовало три телевизионных канала, телефоны были надежно закреплены на стене, и у них отсутствовал автоответчик. А еще в то время люди очень редко покидали свой район проживания, и еще реже регион или страну. Сегодня же компьютеры можно увидеть повсюду. Количество телеканалов достигло тысячи, и попасть из одного конца мира в другой стало проще простого. Но чего нам стоит ожидать через 50 лет? Мы не можем сказать с уверенностью, но если проанализировать современные тренды, то можно сделать некоторые предположения. Итак, давайте узнаем, каким мир станет через полвека. Ну а если вы впервые на нашем канале, то советуем вам подписаться, чтобы одним из первых смотреть наши новые видео. Квантовая вычислительная техника. Сегодняшние суперумные компьютеры невероятно мощны. Но если технологии будут продолжать развиваться такими же темпами, то вскоре эти компьютеры устареют. Все потому, что вскоре их сменят компьютеры квантовые. Они революционируют способы проведения расчетов и начнут работать с такой скоростью, которая современным компьютерам и не снилась. Это хорошо и плохо одновременно. Квантовые компьютеры будут такими быстрыми и мощными, что они в доли секунды смогут взламывать огромное количество паролей. Наверное, даже в миллисекунды. Разумеется, с точки зрения национальной безопасности это очень плохо. Защиту правительственных паролей, кодов для запусков ракет и кучи другой секретной информации нужно будет постоянно улучшать, чтобы эти данные не попали в руки злоумышленников, использующих квантовые компьютеры. Но не стоит терять надежду. Профессор физики Михаил Дьяков считает, что квантовые компьютеры слишком сложны, чтобы стать общедоступными и популярными. Правда, то же самое говорили специалисты о компьютерах 50 лет назад. Компьютеры в нашей крови. Были времена, когда компьютеры были размером со шкаф. Сегодня же они без труда помещаются в вашем телефоне, который можно сложить и положить в ваш карман. Что еще? Некоторые компьютеры настолько маленькие, что они с легкостью уменьшаются в нашем теле, где начинают бороться с разными заболеваниями, например, болезнью Паркинсона. Но технологии на этом останавливаться не собираются. Через 50 лет, а вполне вероятно, что и раньше мы сможем помещать компьютеры прямо в нашу кровь. Возможности использования машин, чьи размеры будут меньше размеров эритроцитов, огромны. Мы можем помещать их в кровяное русло больного организма и благодаря беспроводным технологиям управлять ими, чтобы компьютеры подавали лекарства в источник заболевания. Рак, СПИД, гемоконтактные, передавающиеся через кровь больного человека инфекции, передаваемые половым путем, после этого могут стать историей. Путешествия с самолетом станут гораздо увлекательнее. Авиапутешествиям всего 100 лет, но за это время они очень сильно изменились. Тем не менее, в них можно многое изменить. Благодаря этому путешествовать с самолетом в 2070 году будет гораздо комфортнее, чем путешествовать с самолетом в 2020. Так сидения в самолетах будут автоматически менять свое положение в зависимости от количества пассажиров, что решит проблему номер один для всех, кто летит на самолете – нехватку места для ног. И хотя эта технология будет поначалу применяться, на самолетах, где летит мало пассажиров – это только вопрос времени, когда она начнет использоваться на рейсах, где будут заняты все места. Помимо этого, одним из главных изменений будет скорость. Первые самолеты развивали скорость в несколько километров в час. Сегодня же пассажирские самолеты могут летать со скоростью 965 километров в час. Но это не значит, что это предел, и что через 50 лет они не будут летать еще быстрее. Может, тогда на то, чтобы преодолеть расстояние от одного конца Земли до другого, уйдет всего несколько часов, а пролететь через такую большую страну, как, например, Россия, мы сможем вообще в мгновение ока. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки. Пока-пока и увидимся в новом видео.